Привет, ребята! Хочу почистить несколько монет. Для этого буду использовать вот такую вот жидкость от сайта Numis. Немецкий производитель, довольно неплохая. Есть у меня для биометаллических монет и для серебра. Сейчас покажу, что получилось по серебру, по очистке и по биометаллу. Поэкспериментируем вот с такой вот гривночкой. Она, к сожалению, так пострадала 1996 года. Посмотрим, как справится такое средство с чисткой такой вот монетки. И я покажу вам результат. Ну что, поехали! Размещал я где-то на 10 минут здесь монетки из серебра. Посмотрим, что получилось. В целом, вот у нас несколько монет. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит у нас серебряная монетка. Грязь у нас ушла, но еще остается. Все-таки мало времени. Кстати, даже можно наблюдать небольшой штемпельный блеск. По этой монете довольно прикольно. Вот такая монетка у нас откисает. И следующая монетка. Следующая монетка это 15 копеек. Как-то она не очень чистится. Я думаю, скорее всего, связано это с количеством серебра в ее составе. Не так хорошо очистилась, как 50 копеек. Можем попробовать протереть. Но видим, что результат пока не очень радует. И такая вот небольшая патина остается. Патина, грязь. Может быть, не стоило вообще эту монету трогать. Пускай бы была в патине. Конечно, хочется, чтобы она была очищена. Давайте я в серебро добавлю еще. Вот у меня есть полтинник 2024 года. Тоже такой вот подубитенький. Посмотрим, как почистят его серебро. Монетки там, чтобы не соприкасались. Я сделаю так. И, в принципе, еще минут на 10 оставлю. Посмотрим, какая будет реакция. А в эту жидкость разместим нашу гривну. С вот таким вот пятном 1996 года. Видите, остатки какого-то штемпельного блеска на ней есть. Но, к сожалению, монета очень с грязными такими элементами. Не знаю даже, будет ли она нормально отмываться. Также оставим ее там на минуту на 10. Если будет все ок, можно поэкспериментировать еще с какими-то более дорогими монетами. Посмотрим, как у них будет отмываться грязь. Также у меня есть идея добавить туда какие-то медные монеты. Посмотреть, как реагирует это средство на медь. Вот такая вот у меня есть монета. Сразу нечищенная. Довольно грязная. С разными коррозиями. Сейчас посмотрим, как бы так разместить, чтобы они тоже не пересекались. Вот так вот мы разместим и в этой ванночке они у нас будут отдыхать на 15-10 минут. Так, ну что, друзья, давайте смотреть, что у нас получилось по чистке. Еще прошло где-то минут 15. Посмотрим, какие изменения у нас произошли с монетами. Достанем этой ванночке. Значит, монетка 15 копеек. Каких-то изменений вообще не произошло. Я думаю, с чем это может быть связано? С тем, что содержание селебра в ней меньше. И она просто-напросто не почистилась. Вот таким вот просто... Вот таким вот просто раствором. Ну, давайте посмотрим, что с другими полотенечками советскими. Здесь у нас супер все. Прямо, мне кажется, мы видим штемпельный блеск. Вот этой монеты никто этого не ожидал, конечно, потому что монетка досталась вообще там от бабушки. Она лежала в коллекции, скажем так, просто как лом, как серебро. А теперь она вот в таком вот прикольном состоянии. Можно ее просто протереть от этой жидкости. Вот этого. И монета вроде ничего. Напишите в комментариях, сколько такая стоит. Тема не совсем моя. Ну, я думаю, точно стоит денег. Я отложу ее в коллекции, будет она у меня находиться и радовать. Так, следующая монетка также оттуда же. Вот такая вот довольно блестящая. Не в штемпельном блеске. Ну, грязь я вижу очистилась. Не везде, конечно. Есть какие-то моменты, видите, грязь еще есть. Но в целом довольно неплохо, интересно, кто в латунной и медной монеты. Давайте попробуем посмотреть. Начнем, пожалуй, вторая полушка. Мне кажется, можно еще как-то поработать с этой монетой. И вот эту часть каким-то образом убрать. Хотя некоторые оставляют в патине, потому что им нравится, когда монета полностью в патине сделана. Так, по гривне состояние, мне кажется, гораздо лучше, чем результат, чем у этой монеты медной. То есть мы видим, конкретно у нас ушла грязь. Ушла грязь. Так, даже здесь не до конца. Но монета действительно прямо похорошела. Вот грязь эта сильно въелась, конечно. Давайте посмотрим. Ну, монета, гляньте, как уже прямо блеск. Немножко улучшилось состояние вот этого пятна. Пятна. Мне кажется, можно еще оставить на какой-то промежуток времени. И можно спокойно добавлять гривны 95-го. Реагирует на средства хорошо. Что там по блеску? Ну, сейчас пока сложно сказать. Ну, ожиданий, чтобы тут остался блеск, у меня не было. Ну, просто, чтобы убрать, по крайней мере, пятна. И монета была более-менее в каком-то таком состоянии. Без вот этих супер пятен. Ссылочку на магазин я оставлю в описании. Кто захочет купить себе такие средства. В принципе, ну, вот так вот. За какие-то 15 минут немножко состояние монеты улучшилось. Ну, по этой штуке, думаю, нужно еще работать. Чья тема? Ребята, напишите, как вы спасаете такие монеты. Так, ну что ж, еще 15 минут прошло. Хочу показать, что я сделал с этими 15 копейками. Просто таким способом, который я вообще никому не советую. Как способ чистки монет. Я взял зубную пасту для отбеливания и почистил ее просто пальцами, потер. И получилось вот такое вот, вот такое вот интересное состояние монеты. То есть, отмылись все ее какие-то черные пятна. И в целом, ну, так как монета не штемпельный блеск и там далеко было до него. Вот такая вот чистенькая, оригинальная 15 копеек из серебра. Легко очистилась уже без средства. С помощью зубной пасты можно положить ее в коллекцию. Я думаю, например, можно в холдере разместить. Ну, у меня таких размеров холдеров нету. Есть немножко больше, под 25 копеек украинские. Ну, мне кажется, в холдере она бы смотрелась довольно интересно. Ну, или просто положить ее в планшет. Вот, если вы храните ваши монеты в планшете, то это довольно приемлемо. Вот, например, вот такой вот планшет можно разместить. И монетка может находиться просто в планшете, радовать вас своей коллекцией. Ну, что ж, давайте посмотрим, что дальше у нас произошло с монетами, которые я оставил на очистку. Здесь я добавил несколько монет, которые у меня тоже были в коллекции. Это немецкие. Вот у нас. Это немецкая монета. В принципе, очистилась довольно неплохо. Но грязь все равно есть. Ну, не буду ее очистить как-то дополнительно дальше. Мне было интересно так хотя бы от базового уровня грязи избавиться. Вот эта монетка тоже в серебре нормально очистилась. Ну, видите, мы еще видим на горту черные-черные следы. Но в целом монета нормально положить ее просто в коллекцию. Тоже не штемпельный блеск, как вариант. Вот такая серебряная монетка. И вот самый грязный у меня был полтинник. Ну, с ним не сильно много изменений произошло. Мне кажется, для него 15 минут маловато. Можно попробовать его как-то протереть. Ну, вот вы видите. То есть, в принципе, для настолько грязной монеты 15 минут маловато. Хотя мы видим, как монетки меняются. Так, это касается наших серебряных монет. Давайте глянем, что там с нашими латунными. Их прям там даже, как видите, их и не видно. Они там кисли себе, развлекались. Ну что, гривна 96-го года, которая с пятном. Ну, видите, пятно потихоньку-потихоньку уходит. Если прям так повозить, даже без каких-то сильных натираний, чистки, почти пятно ушло. Посмотрите, видите, почти ушло. Но все равно. Еще есть. Еще пятно есть. Ну, сложно, сложно убирать. Но с другой стороны все уже почти. Все хорошо. Маленькое пятно почти убралось. Ну, может еще нужно оставить в этом растворе. Посмотрим дальше, что у нас с гривнами 95-го. Видите, еще есть пятна. Просто если провести рукой. Ну, убираются, но еще тоже. Я бы оставил еще какое-то время в растворе. Чтобы, чтобы они откисали. Можем спокойно оставлять. Пускай киснут. Ну, еще одна осталась. Здесь. Вот видите, грязь. Вот так вот на монете. 95-го года монетка. Ну что, давайте попробуем оставить. Посмотрим попозже. Еще дадим время этим монеткам. Так, друзья. Я оставил монеты гривны 95-го года. на дольше по времени. Несколько часов. Посмотрим, какой эффект произошел с этими гривнями. Я думаю, пятна должны были уйти. Ну что, давайте смотреть. Вот у нас гривна. Пятен никаких нет на этой конкретной монетке. Никакого там, прям, ничего лишнего. Конечно, монета там не супер в блеске, в состоянии. Но никаких пятен нет. Первая монетка. Так, дальше. Диоса шестая. Смотрите. У нас было вот здесь пятно. Вот тут вот, да, видим, что можно в принципе, еще водой промыть. Это гривна, которая, видите, с поворотом. Дальше. 96-ая. Еще одна. Здесь вот немножко осталось. Но в целом, в целом, все ушло. Здесь вот немножко осталось. То есть, технически почти-почти все. Даже какой-то просматривается и блеск в ней. И вот 95-ая еще одна. Технически, видите, что любая грязь уходит за определенное время. Можно, в принципе, еще больше оставить, чтобы еще покисли они денек. Но грязи уже нет. Супер. Отличное средство. Лайк. Все. Продолжение следует...